Привет всем, хочется передать всем привет и попросить украинцев, если будет ваша государственность, еще сохраните свою государственность, надеемся она у вас сохранится. Я поддерживаю Дмитрия Гордона и прошу всех голосовать за Юрия Смешко, как нового президента Украины. Юрий Смешко, он будет получше, чем Зеленский, он государственник, он понимает все, как в государственном устройстве, как строить Украину, он управленец, он там генерал СБУ или кто, он был на руководящих должностях многие годы в Украине, он выведет Украину с руин, я думаю. Хочется передать привет нашему Порошенко и Тимошенко, да? Тимошенко, Порошенко. Тимошенко, Порошенко. Кого мы не любим еще? Воровы этих Порошенко, Тимошенко. Вы же издевались над народом Украины? Порошенко, Тимошенко, Турчиновы, Гройсманы. Кто там еще в Верховной Раде сидит? Тягни боки. Да те морды все. Значит, вы нам платили украинцам 1200 гривен пенсии. И жене там 20 лет. Вы знали, что вы так мало пенсии платите народу Украины? Вы издевались над народом Украины? Вы сделали жизнь украинцев, пенсионеров, людей хуже бомжа. Вы доверили нас до уровня бомжа, молодежь. Значит, мы вас не любим. Не думайте, Порошенко, Тимошенко, Тягнебок и Турчиновы баллотироваться в президенты Украины. Кройсманы. Мы вас не любим. Зеленский может баллотироваться, а лучше будет Юрий Смешков. Сказал Дмитрий Гордон, чтобы был президентом Украины Юрий Смешко. Так я прошу всех украинцев голосовать за Юрия Смешка. Не за этих, что издевались над народом Украины. Платили нам 1200 гривен в 20 лет. Что 10 миллионов украинцев в эмиграцию вынуждено было уехать. Не могло там выжить. Кто от голодовки там умер? Со стариков голодал. Так что давай, Зеленский, платим людям хорошие зарплаты, пенсии по сегодняшней инфляции. Сколько там у пенсионера должна быть пенсия? Не 2500 гривен, а 8 тысяч гривен, 10 тысяч гривен должна быть у пенсионера пенсии. Я так думаю, по сегодняшней инфляции. Ну, зарплаты там. Сколько там должна зарплата у программиста быть в Украине сегодня? Мне 70-80 тысяч гривен, у медсестры 20 тысяч гривен, у учителя 50 тысяч гривен, у начальника полиции 30 тысяч гривен. Я думаю, Зеленский, Америка вам не будет давать вас содержать постоянно Украину, я думаю. Не будет. Не будет. Лавочка закрылась. У нас сейчас бензин будет 10 долларов за галлон. А зарплаты у малоимущего и у рабочего класса still the same. Как было, так и есть. Бензин. Зарплаты одинаковые. Экономика идет. Инфляция идет плохо. У них проблемы с иммигрантами, которые сюда лезут, в Америку, в Мексике. У Америки своих проблем хватает. Я не думаю, что... Так, мое мнение, что Америка будет содержать Украину, давать им больше денег. Этого не будет. Может, Европейский Союз вам будет давать? Украине денег. А я думаю, надо эту войну, как Соскин сказал, заканчивать Зеленскому. И договариваться как-то делать мир с Путиным. Но это мое мнение. И давай, Зеленский, не отправляй детей воевать. Ты дорожаешь с Конституцией Украины. Хочешь детей отправлять на войну. Не на войну, а на конфликт СВО. И пенсионеров. Они вам не крепостные, они рабы. Дети Украины не имеют права воевать. 16, 17, 18 лет. И это... Они вам не крепостные. Пусть идет воевать. Значит, детей, я считаю, 17-18 лет. 16. Нельзя отправлять в войну за тебя, Зеленский. Воевать за твой режим. И пенсионеров не трогай. И людей вообще не трогай. Привет. И твоя... И твоя могилизация украинцев сегодня не... Как она говорится, нелегальная. Я так считаю. Потому что... Воевать должна только профессионалы с российской армией. А не ты забираешь людей на улице, воруешь. Как бездомных. Как бомжа. Забрался улицы. Закинул машину, да. И сказал, иди воюй. Человеку на линию фронта, который он никогда не воевал и не умеет воевать. Он оружие никогда в руках не держал. Он нетренированный. Чтобы тренировки проходить, надо годы-годы тренироваться и месяцы. Ты просто кидаешь людей на нетренированных, на какие-то местные штурмы. Они не умеют ни натренированных, не умеют воевать. Никогда не были требованы воевать. Ты нарушаешь конституцию Украины. Не имеешь права могилизировать украинцев молодых. Давай Олеса не слушал, что я послушала. Говорит, пусть украинцы молодые идут воевать. Пусть Олес сам идет воевать. Значит, выгони вот этих 250 держимор с Верховной Рады Зеленой. Что у вас там сидит? Оставь только 200 человек. 200 человек. Привет. Хватит править Украина, я думаю. А ихняя зарплата, этих депутатов отдайте малоимущему классу, рабочему классу Зеленский. Повысим зарплаты пенсии людям. За счет тех, что ты выгонишь 250 держимор с Верховной Радой. Оставишь только 200 человек. Заберешь у них всех зарплаты, у тех 250 депутатов. И повысишь им пенсии и зарплаты украинцам, рабочему классу. Дальше что я думаю? Да, я говорю, что стариков не бери могилизировать и утилизировать украинцев в Зеленске. Не имеешь права, твоя мобилизация незаконная. Стариков не надо забирать воевать и детей. Я так думаю, мою мнение нет. Только профессионалы должны воевать. А люди, которые никогда не умели воевать, не держали в руках оружие. Не должны идти воевать. Я так думаю, значит, люди имеют полное право не идти воевать. Скажи, а я не умею воевать. Я никогда не воевал. Чего ты меня забираешь? Я не умею воевать. Профессиональная армия Украины только должна идти воевать. С российской армией. А не... Ты гребешь людей, не натренированных, с улицей, которые воевать не умеют. Не сделай себе посмешище же, Зеленский. Будешь проклят своим народом. Значит, люди... Я хочу сказать, что мое мнение, его военное положение, военный стан в Украине, да, так сказать, он незаконный. Ты не имеешь права, Зеленский, забирать людей с улицы и идти воевать. Мое мнение. Значит, не имеете права, люди не идти воевать и говорят, а ты меня сожди в тюрьму лучше. Не имеешь права меня заставлять идти воевать. Я никогда не воевал, никогда оружие не ржай. Не держал в руках. Значит, воевать с российской армией должна только профессиональная армия Украины. Тренированные снайперы и тому подобное. Значит, люди имеют полное право не показывать ему паспорт, документы. И ничего не подписывать, и никакие контракты, документы. И вас никто не отошлет воевать. Потому что я хочу, чтобы могилизация молодых людей в Украине приостановилась, Зеленский. Они что, виллами пойдут воевать? Ты им даже не даешь никакое оружие, чтобы они шли воевать. Я так смотрю. И людей ненатренированных нельзя отправлять воевать. Убивать людей, которые никогда не воевали, не держали в руках оружия. Только профессиональная армия Украины должна воевать с российской армией. А я вообще думаю, что, во-первых, если бы Кучма не отдал тогда оружие, да, не нарушил, то никогда бы этой войны не было. Но Путин как бы нарушил Мордопирский меморандум, и он пришел как бы забрал у вас Крым, потому что вы там шли в НАТО и угрожали, верните это в Россию, я так думаю. И поэтому он забрал у вас Крым. Мне кажется, что эту войну надо все замораживать, заканчивать, как сказал Соскин, бывший экс-президент Кучмы. И Украине 130 миллиардов долгов, вы должны всему миру, и с вас должны долги посписывать. И войну надо Зеленский замораживать. И как-то делать мир с Путиным, или кто там будет следующим президентом в России, когда-то скоро, не знаю. Медведев будет, Дмитрий, или кто. И заканчивать эту войну. А чтобы помириться с нацией, кто-то же будет против репарации Украины. Чтобы помириться с Российской нацией, надо, чтобы Украина вела второй государственный язык Верховной Радой на Украине. А Россия вела у себя украинский язык учить, который государственный в России. Я так думаю. Ну и в Украине очень большая коррупция, большая пропасть между бедными и богатыми. Там миллионеры, миллиардеры, нищий народ. Так что рабочий класс не живет богато в Украине. Да, должно быть. Рабочий класс в Украине и России должен хорошо жить. Заводы, пароходы должны работать в Украине. Метеоры строятся, баржи плавят с песком, с грузами, с щебнем. Пароходы с туристами плавать с Киева на Тарасовую гору. И плати, давай плати, зеленские люди, а мне бомжарские зарплаты по сегодняшним... И не издевайся над украинской нацией, платя им бомжарские, гондурарские зарплаты. Давай плати пенсии, там 10 тысяч гривен по сегодняшней инфляции. Ну и хорошие зарплаты. Паурезай свои чинушам своим зарплаты, выгони 250 держимор с Верховной Рады. Оставь только 200, хватит править Украиной 200 человек. Ну а их деньги, которые ты заберешь у депутатов, отдашь нищим, повысишь пенсии украинцам и рабочему классу. Спасибо за внимание, будем записываться, мир придет.